Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Это видео продолжение предыдущего о заварном тесте. В этом видео я вам покажу, как я леплю пельмени. И вы увидите заварное тесто в работе. Многие говорят, что оно невкусное, получается как клестер. Лично мое мнение, что это зависит, скорее всего, не от технологии приготовления теста, а от качества муки, которую мы применяем. Я раскатываю тесто в тонком. Первый способ очень быстрый и легкий. Вырезаю кружки. Распределяю фарш на поверхность. И плету вот такие косички. Это очень быстро. Тесто растягивается без проблем. Не рвется. Внутрь защипываем, внутрь защипываем. Вот такая красота у нас получилась. Второй способ. Еще намного быстрее. Я уверена, у каждого из вас есть свои способы лепки пельменей. Я с вами делюсь теми, которые мне удобны. Может быть, кому-то они понравятся. Разрезаю пласт теста на небольшие прямоугольники. Толщина и ширина зависят от того, какие вы пельмени хотите получить. Какого размера. Большие или маленькие, средние. Я не придерживаюсь строго размеров. У меня они не все одинаковые. Не идеального размера. Вот так защипываем прямоугольники. И соединяем уголки. Вот такой симпатичный пельмень у нас получился. Итак, мы продолжаем их все лепить. Тесто действительно очень хорошее в работе. Лично мне нравится. Я много перепробовала разных вариантов и остановилась на этом. И то, что мне нравится, оно очень универсальное. В любой момент, как вы только устали лепить пельмени, а я так делаю очень часто, я оставшееся тесто разделяю на чебуреки. Раскатываю тонко. Немного обваливаю в муке. В фарш добавляю немного воды, чтобы чебуреки получились сочными. По краям немного смазываю яйцом и скрепляю. Обжариваю в большом количестве растительного масла. Вот такой тонкий красивый чебурек получился. Чебуреки пожарены, пельмени сварены. Ничего не разваривается, не разваливается. Чебуреки, посмотрите, какие наитончайшие, наивкуснейшие. Можно сказать, диетические, так как тесто уходит мало и оно очень тонкое. И сейчас я вам покажу, как из замороженных пельменей получается прекрасный вариант. Потому что многие говорят, что после заморозки пельмени не получаются вкусные. Посмотрите, все то же самое. Тесто нежное, не клейстерное. Все-таки уделяйте большое внимание к качеству муки. Все на месте. Мясо в пельменях, пельмени в мясе. Всем приятного аппетита! До новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует...